Мармелад – одна из самых знаменитых сладостей, придуманной на Ближнем Востоке. Он стал очень знаменит еще до Средневековья практически по всей Азии и цивилизованной Европе. Но везде, кстати, его делали из разных компонентов. Мармелад. Что такое мармелад? Само слово мармелад – португальского происхождения. Здесь, на родине флебустьеров, мармеладом называли очень густое айвовое варенье. Однако уже совсем скоро в Англии этим же словом начали именовать сладости, получаемые при варении и засахаривании любых цитрусовых фруктов. Сегодня отголоски тех времен еще можно встретить в кондитерских магазинах и в лавках торговцев восточными сладостями в виде долек. Апельсины или лимоны, щедро присыпанных сахаром и высушенных. По большому счету, однако, это не мармелад. Но и не цукаты, как принято их называть, ибо цукатами являются только засахаренные шкурки цитрусовых. И действительно, самый дорогой и качественный мармелад сегодня – это кусочки очень густого, засахаренного и подсушенного варенья, смешанного с каким-либо желирующим агентом. Чаще всего такими желирующими компонентами являются агар-агар или желатин. Чуть проще поступают производители мармелада для пролетариата, смешивая только пектин с тем же агар-агаром и добавляя в этот состав красителей и ароматизаторы. Разумеется, все свойства такого синтетического мармелада меняются, и он сильно отличается от натурального. И вот как раз про пищевые, и немного, про полезные свойства мармелада мы сейчас и поговорим. Состав мармелада. Первое. Пектин. И в составе мармелада из натурального варенья. И в дешевом, искусственном содержится пектин, растительная клетчатка. Только в состав дорогого продукта пектин приходит с самими фруктами или ягодами, в которых составляет серьезную часть всего вещества. Пектин – это натуральный целитель пищеварительного тракта. Свойства пектина в кишечнике и желудке многообразны. Он стимулирует перистальтику кишечника и активизирует перемешивание его содержимого. Сам же кишечник вынужден проталкивать порцию клетчатки через себя, что позволяет избавиться от запоров. Он препятствует всасыванию холестерина в пищеварительном тракте. Это хорошо сказывается как на состоянии системы внутренней регуляции, так и на чистоте крови и артерий. Пектин тормозит развитие атеросклероза. Не перевариваясь в кишечнике и просто проходя через него порожняком, он собирает на себя множество токсинов, вредных микроорганизмов, тяжелых металлов и радионуклидов, очищая от них и пищеварительный тракт человека, и весь организм. Пектин, это растительная клетчатка, также важен тот факт, что пектин в мармеладе работает сам, без органических кислот, которыми особенно богаты свежие фрукты. И если они фрукты, приводят к раздражению стенок и слизистой пищеварительного тракта, то мармелад в этом отношении очень мягок. Неважно, кстати, является пектин фруктовым или изготовляется из различных технических культур свеклы, например, или корзинок подсолнуха. Влияние его на организм во всех случаях одинаково. Второе. Желирующие агенты. В отличие же от пектина, свойства разных желирующих агентов, входящих в состав мармелада, сильно различаются. Так, более распространенный агар-агар, добываемый из морских водорослей, вообще не содержит жира. В то же время желатин, продукт переработки копыт и кожи домашних животных, достаточно калориен, что следует учесть тем, кто сидит на диете. Агар-агар, кроме того, тоже достаточно плохо переваривается в организме и используется в медицине как слабительное. Желатин содержит в своем составе большое количество полезных и незаменимых аминокислот. Так что однозначный выбор между этими двумя веществами сделать сложно. Третье. Сахар. И, конечно же, сахар. Не будь его, мармелад не был бы сладостью. Он несет организму как пользу, так и вред. Именно из-за сахара его нельзя употреблять при диабете и ожирении, поскольку большая его часть быстро проникает в кровь, а затем распространяется по всему организму, где расщепляется и преобразуется в жиры. Без сахара мармелад не был бы таким вкусным. Но этот же сахар дарит нам хорошее настроение и энергию. Польза мармелада в том, что благодаря активизации пищеварения пектином сахар всасывается максимально полно и используется организмом как важный источник энергии для движения и работы мозга. Калорийность мармелада – около 320 ккал на 100 г продукта. Тут худеющим нужно смотреть в оба. Сахар же способствует истончению и разрушению зубной эмали. Поэтому при кариесе даже полезный мармелад употреблять не стоит. Четвертое. Пищевые добавки. Нельзя обойти вниманием пищевые добавки, входящие в химический состав мармелада. Натуральный мармелад их не содержит, там за цвет и вкус отвечают сами фрукты. В составе же искусственного мармелада именно ароматизаторы и красители создают внешний вид конфеты. А вместе с ним – проблемы для здоровья. Известно, что многие применяемые в кондитерских изделиях добавки могут приводить к различным расстройствам пищеварения и развитию рака. Посему можно однозначно утверждать, что натуральный мармелад полезнее хоть и дешевого, но синтетического. И при выборе его в магазине стоит не только читать состав, в котором кое-что может и не указываться, а и просто смотреть на цвет. Вываренные фрукты не будут иметь таких насыщенных цветов, как конфеты, покрашенные красителями. Соответственно, и выбирать натуральные сладости стоит среди невзрачных образцов.